Всем привет, это SB1813 или ProSai. Мы продолжаем реакции. Короче, вы мне очень много раз писали, да и я вообще видел, в принципе, на других реакциях. Ник Ноктюрнул там сидит с открытым ртом Галактик Криминал, сидит такие, вау, будущее металла. Тоже кто-то из вас писал по поводу этого, что лучшая группа в металле за последнее время, вообще открытие года. Короче, все самое-самое-самое лучшее, вообще самое интересное и так далее и тому подобное. про вот такую вот группу, которая называется Sleep Talking, и я, честно говоря, не слушал ее никогда. То есть прям вот первый раз сегодня на реакции послушаю, при том, что я как бы пытаюсь, конечно, следить за музыкой, да, за современной, но, походу, у меня не получается, раз я ни разу не слышал эту группу и как-то есть и есть. Причем я уже много раз ее видел, но как-то такой думал, ладно, типа, ну, напишет кто-нибудь из вас мне, да, и я в какую-нибудь пачку ее вставлю и там послушаю. Но очень много опер-комментариев от вас, да, было. Во-вторых, типа, ну, везде эта группа мелькает, прям офигеть. Так что я подумал без пачки, без очереди, да, я реально сегодня долбанул. Их трек War, это вроде как последний трек с клипом, клип, там не клип, я так и не понял, на превьюшке там не совсем понятно, но, тем не менее, вот именно последний их видос на канале у них, по крайней мере, же. И вроде как это не, ну, один из каких-то последних их треков, так что давайте заценим по нему, послушаем, что за группа в первую очередь. Интересно послушать, реально ли они настолько крутые, настолько интересные, настолько открытие сейчас будет, может быть, какой-то вау-эффект с ловим. Я не против. Опять же, я не как-то отношусь, да, может, странно, может казаться, что, мол, вот я не знаю, не слушаю эту группу, типа, специально не хотел ее слушать. Нет, я просто ничего не знал, она как-то мимо меня проходила все это время, так что, если сейчас будет что-то крутое, я с удовольствием открою для себя новую группу. Плюс мне уже нравится, как они выглядят, выглядят они, естественно, как модерновые блэкеры, знаете, такие, вот, но что-то мне подсказывает, что там будет далеко не блэк, вроде как, вроде как, где-то я видел, что они играют как-то около Pro, в ключах, типа того. Ну, короче, поехали, послушаем, также глянем видосик, может, видосик будет клевый, то есть я тоже не знаю, что там будет видосик. И заценим группу в целом, как бы, ну, надеюсь, трек плюс-минус будет показательный, что ж, погнали. Трек идет достаточно долго, больше пяти минут, но, в принципе, ладно. Если вам будет интересно, то я не против. Какое-то интересное чудище там на фоне. Черт. Вони могут Erik. Вони могут! Вони могут! И эх! Продолжение следует... 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 Не, ну точнее как, может быть это будущее металла в том плане, что все сейчас вот это начнут делать, но мне кажется сейчас Брингис, новые пишечка придут, и вот они как бы покажут нам будущее металла, скорее всего, а вот это тут я услышал как бы ничего, честно, ничего плохого, именно я не скажу про эту группу, мне реально понравился трек, в принципе я готов их начать слушать, то есть типа это не как Скаренс, да, который тоже вы мне предлагали послушать, я такой типа, ну они что-то так, они что-то так, и так, кстати я их и не послушал, потому что Каренс для меня скучная группа, к сожалению, вот, но опять же неплохая, а тут они не скучные, они прикольные, интересные, звучит это реально годненько, прикольные мелодии, то есть гармонии, мне видос не очень понравился, какой-то шум был, но я это сейчас все, короче не буду сейчас к этому подбираться, потому что мне кажется это Ютуб подговнил, он любит так делать, это уже проверенная тема, поэтому это надо идти слушать в нормальном качестве, так что по поводу свидоса я сейчас не буду докапываться, в целом вроде как свидос остальное, если этого шума убрать, хороший, это жирненький бас, жирненькие гитары, вот, все дела, вокал прикольный, тоже мелодичный, чувак там тоже поорал, то есть мне как раз нравится, когда вот без выпендрёжа, знаете, вот как говорится, Ларна Шор начинай, да, где пердёж начинается, да, а тут нет, тут как бы не обращаешь внимания на вокал, особо ты обращаешь внимание на композицию в целом, и за это огромный плюс, но чем-то зацепила ли меня эта песня, ну, хрен знает, честно, вот, типа, окей, по всем параметрам это крутая, крутая группа, крутая песня, может быть, что-то ещё у них стоит опять же послушать, чтобы чего-то такого, чтобы я такой, типа, реально такой, ни хрена себе, вот это, типа, открытие, а так, типа, ну, ничего нового я не слышал, я, может быть, говорю, слишком много в своё время вот как раз вот такого прога переслушал, когда он только появился, и я прям подряд, типа, жрал эти группы, а ещё буквально вот там год назад я решил по второму разу это сделать, потому что, типа, у меня с другом был спор, что, типа, прог современный говно или не говно, и я там решил послушать очень много прог-групп, то есть там от периферии до вообще дрем-театра, да, я уже про это рассказывал где-то, и я прям очень много музыки сажался в то время, вот именно, прогрессивный, и старый, и новый, там, и больше мат-металла, и больше вот такой, типа, мелодичный, поэтому, может быть, из-за этого, может быть, из-за этого для меня прок — это не та, не тот жанр, который может удивить, да, то есть те же периферии, опять же, новым альбомом меня не удивили, они меня порадовали, и, в принципе, тут то же самое, тут меня песня, в принципе, трек порадовала, но вот этих вот всех высказываний, вот этих вот всех гримашек, типа, о-о-о-о, да, конечно же, я не разделяю, потому что, ну, типа, группа и группа пока что. Так что советуйте еще у них какие-нибудь треки, может быть, опять же, даже вне пачки, за этой группой мне интересно сейчас будет последить, потому что, ну, звучит она реально хорошо, то есть вне пачки, вне очереди, я готов еще что-нибудь в них посмотреть, но лучше напишите мне, что мне точно стоит посмотреть, опять же, вы плюс-минус уже знаете мои критерии, да, где я могу, типа, во-эффект поймать, где что-то необычное люблю и так далее, не обязательно это должно быть что-то тяжелое или что-то, там, наоборот, легкое, да, это должно быть что-то интересное. Тут были прикольные, интересные моменты, но в целом трек, типа, он звучит вот просто как вот тот самый модерновый прог-металл, прог-металкор, типа, особых отличий от, опять же, волумсов, от R, от вот таких групп я тут не нашел. Только там гитары немножко странно звучали, вот, типа, там была гитара настроена а-ля как у, господи, как у Deftones, да, вот это в самом начале, такая кранчевая, такая песочная гитара, это как Deftones они оттуда взяли. И еще были моменты, как будто бы какой-то японский инструмент был, так я услышал. Но во всем остальном, во всем остальном, это самый обычный прог-металл. Так что пока не зацепило, но в целом прикольно, в целом прикольно. Как-то вот так. И, в принципе, все, спасибо всем, кто смотрит реакцию, ссылочки, если вам нравится, нравится, сами все знаете. Про видосы я ничего не буду говорить, он статичный достаточно был. В принципе, он залипательный, прикольный, сама фигура вот эта мне тоже понравилась. То есть, видосу лайк, но про него в себе он только ничего не скажешь. Вот, как бы, ну, тема сисик раскрыта. Окей, окей, вот что за что я могу рассказать про видос, и то я как-то особо на них даже не смотрел. А про группу, вот я, в принципе, все, что могу, сказал. Может быть, у них стоит посмотреть другие клипы, где они сами, потому что вот у них образ какой-то вот это вот все, вот это мне больше, наверное, интереснее будет. Или посмотреть какой-то лайф у них, может быть. Тогда я в ними проникнусь именно как группой в целом. То есть, типа, для меня же не только главное, типа, чтобы трек был крутой песен, типа, внешний вид и все такое, я тоже это все очень люблю. Так что, может быть, что-нибудь с этим стоит посмотреть. Но если вот чисто просто вот так вот ничего не знать про эту группу, да, кроме того, что, типа, вот они якобы крутые, то вот такое вот мое мнение на сегодняшний день. Так что так. В принципе, на самом деле, я примерно это и ожидал. Я даже когда вот на стриме мне кто-то писал, что, мол, типа, слитокен там будет по-любому супертоп, я еще такой, типа, ну, хрен знает, хрен знает. Типа, вот удивлюсь, я даже сам себя сейчас процитирую, вот удивлюсь и офигею ли я так, как, например, от Код Доранж группы, да, такая великолепная, которая нихрена не делает. Вот когда я их услышал, этот их второй клип, по-моему, был, Рэббит Хоу, который, я вот когда услышал этот трек, посмотрел этот клип, я такой, типа, вот такого дерьма я никогда в жизни не слышал в металле. И это круто. А здесь такого не произошло, к сожалению, потому что я реально вставил на эту группу. Но, в принципе, ладно. Короче, все. 15 минут моей болтовни про то, как я опять не удивился. Надеюсь, как бы не особо душно. Все, короче, пошел я и пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.